Мы имеем сегодня всё необходимое для полного социализма. Власть на средство производства в руках государства, государственная власть в руках пролетариата, союз этого пролетариата с миллионами мелких и мельчайших христиан, его руководство ими, так в чём же делают? А где же социализм? А в том-то и дело, что между нами и социализмом лежит глубочайшая пропасть, недостаточной цивилизованности и полуазиатского бескультуре. Для полного социализма нам нужен не теперешний обыватель и не теперешняя производительность труда, но строить социализм и себя будут именно эти люди. Нам нужен такой уровень цивилизованности, такая глубина культурной революции, что случилось в Тифлисе. Серго, Владимир Ильич, ударил одного националиста в лицо. Ведь Серго представлял в Грузии Москву. Центральный комитет от него ждали справедливости, а не полотов. Что скажут люди, что продолжается опять старая царистская политика, прикрытая названием коммунизм? Боже мой, в какое болото мы сходились! Хорошо, хорошо, Владимир Ильич, допустим, Серго виноват, что не сдержался. Но вы знаете, в борьбе с чем и с кем он сорвался? Знаете ли вы, что когда люди, обезумевшие от колотов по Волжье, бросились в Грузию, группа грузинских социал-националистов, как их совершенно справедливо называет товарищ Сталин, по главе с пудом диване, провела закон о закрытии границ и выставила перед несчастными беженцами позорные пограничные заслоны? Да знаете ли вы, что теперь грузинка, вышедшая замуж за армянина, русского, короче, человека другой национальности, автоматически теряет грузинское гражданство? Да знаете ли вы, что эта группа, немытьем-то катаньем, все время пытается ликвидировать Федерацию Закавказских республик, Армении, Грузии, Азербайджана, идею которой выдвинули вы. А почему их не устраивает Федерация? Да потому что Федерации Грузия теряет то привилегированное положение, которое она имеет по своей географии. Значит, воюй против Федерации, против Севго, который стоит во главе этой Федерации, борется с этим сепаратизмом и социал-национализмом. И когда на твоей попытке остановить, образумить, тебе в лицо бросают личные оскорбления, Владимир... Меня, Севго, защищать не нужно! Я принадлежу к числу его друзей еще со времен эмиграции. И без таких людей не было бы партии, не было бы революции. И тем более, речь сейчас идет не о борьбе партии с местным национализмом, а о методах этой борьбы. Я же объяснял, я же просил, я же просил по отношению к каждой нации мягкости, осторожности, уступчивости, величайшей деликатности, что никогда не исключает принципиальности. Успокойтесь вы, Владимир Ильич, зачем же так убиваться? вот вы один из руководителей наркомата национальности. Да какой я руководитель, Владимир Ильич? Оторвали от станка и бросили в море. Скажите, вы всерьез когда-нибудь задумывались об опасности великодержавного шовинизма в такой стране, как наша? Товарищ Сталин всегда предупреждает нас об этом. Великородский шовинизм, говорит, он ползет бесформенно, без лица. Капля за каплей впитывается в глаза и в уши. Капля за каплей так изменяет душу некоторых наших работников, что порой рискуешь, этих работников совершенно не узнать. Да. Но задача в том, чтобы не только объяснять мир, но его и переделать. Как? Как? Вот в чем гвоздь. Сегодняшняя история, Серго, это отрыжка всей этой затеи с автономизацией. Солитария всех стран, соединяйтесь, соединяйтесь, вне зависимости от национальной принадлежности. Вот классовый подход. Ильич на этом настаиваю. ЦК партии просил сообщить точку зрения на проект Сталина. Предусматривается формальное вступление независимых советских республик Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР на правах автономных республик. Все центральные учреждения и перечисленных республик будут отныне подчиняться высшим органам власти РСФСР. Так, значит, со своей независимостью штаталом октябрь наши республики должны распроститься, так? Армения согласна с проектом, Азербайджан согласен. Грузия считает проект преждевременным. Объединение хозяйственных усилий и общей политики считает необходимым, но с сохранением всех атрибутов независимости. Белоруссия за сохранение существующего положения. Каждая республика имеет СРСФСР свой договор о союзе. Украина проект не обсуждала, но исходит из того, что РКП стоит на точке зрения признания самостоятельности Украинской республики. Это комиссия ЦК принимает проект и передает на решение плену ЦК партии. Предложение рассмотреть проект в первичных ячейках каждой республики отвергается. Это неслыхано! Это неслыхано! Три республики из пяти против! А комиссия ЦК ждет проект и не хочет услышать мнения коммунистов из других республик. На нас смотрит сейчас весь мир, особенно просыпающийся Восток. Как? Как будут большевики переходить от слов к делам, как они будут строить свое государство, убеждать, оперировать к сознанию, разуму, завоевывать доверие, терпеливо ждать, пока сами люди не скажут, да, мы этого хотим или будем принуждать подталкивать внутрь людей, там, где нужна добрая воля. Ни в коем случае не вступление в РССР на правах автономных, а объединение вместе с РССР. Союз Советских Республик. Мы признаем себя с ними вместе и наравне. Вот именно вместе и наравне входим в новый Союз, новую федерацию. Союз Советских Республик. Я прошу с этим моим проектом немедленно ознакомить всех членов Политбюро, обсудить его и принять решение. Ильич собрался на войну в защиту независимости. Нужна, по-моему, твердость против Ильича, это же национальный либерализм. Это просто уточнение некоторых пунктов сталинского проекта. Нет, нет, это не национальный либерализм. Это не уточнение некоторых пунктов сталинского проекта. Это принципиально другое, совсем другое. Я сильно виноват. Я сильно виноват перед рабочими России, что из-за своей проклятой болезни чуть не прошляпил такой жизненно важный вопрос. Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть. Владимир Ильич, если вы сейчас не успокоитесь, я уйду, не спросясь. Вот уже... Я с детства помню, как у нас на Волге третировали инородцев. Поляка, иначе, чем политишка, не называли. Финчухна, Татарин, князь, украинец, конечно, хохол, грузин там или какой-нибудь другой кавказец, капказский человек. Какое бесконечное количество насилия, оскорблений с нашей стороны должны были сносить наши инородцы. И поэтому теперь, вот если мы хотим создать атмосферу доверия, мало прокламировать формальное равенство, мало отменить юридическое неравенство, надо покончить фактически. Согласны? Согласен-то, я согласен. Это бесконечно сложный вопрос. И тут, конечно, не последнее слово за культурой. За культурой и идейной зрелостью человека и общества. Вот вы знаете, Маркс любил проверять сознательность знакомых социалистов на национальном вопросе. У него это называлось щупать больной зуб. После беседы с Марксом у некоторых товарищей появлялась щербинка во рту. Не стоит ли нам почаще проверять свой зуб, а, товарищ Аблов? Ох, и задашки вы ставите, Владимир Владимирович. Вот мы сейчас начали строить союз советских республик пленным ЦК. Единогласно принял эту формулу вместе и наравне, но это только начало. Вы знаете, сколько нужно сделать, чтобы вот так, как стоит сегодня, национальный вопрос больше никогда не стоял. Возьмите Казахстан, средний одежда колонии, почти стопроцентный уровень неграмотности сегодня, а завтра рассвет. Рассвет, каких не знал истории человечества. Таким образом, в первую очередь, подвигом русского народа, русского рабочего класса, который даст окраинному свои фабрики, людей и средства. Так а нам-то что останется, Владимир Ильич? Ой, товарищ Орлов, вы, оказывается, тоже мучаетесь зубами. Вы знаете, мы еще не один раз докажем, что великорусская нация способна дать величайшие образцы подлинного братства. Шовинизм, национализм, это ведь в сущности нищета, нищета духа, нищета культурная. Какими бы побрякушками слов она не прикрывалась. Вы что, приуныли? Считайте, что дешево отделались. Вот если вам с Марксом, говорит, пришлось, вообще без зубов остаться. Мы в идеале за слияние наций, за лекизмом совершенно безразлично. Какова ваша национальность? Ну, до этого дня надо доработиться. И тут опять-таки не последнее слово за культурой, за культурой человека. Но каждая дорога начинается с первого шага. Я хочу дополнить. Субтитры создавал DimaTorzok